Здравствуйте, дорогие коллеги! Меня зовут Салахова Анна. Я врач-радиолог Донецкого ветеринарного диагностического центра Инвека. Разрешите представить наш обучающий курс по рентгенологии в рамках образовательной программы DentalVet. Достижения научно-технического прогресса и прогнозы развития ветеринарной науки предъявляют большие требования к современному врачу ветеринарной медицины. В то же время информация, получаемая с помощью лучевых методов диагностики, необходима для повседневной практической деятельности ветеринарных врачей всех специальностей. Развитие методов лучевой диагностики за последние годы в целом имеет тенденцию к качественному прогрессу и к расширению диагностических возможностей. Это связано в первую очередь с техническими достижениями, среди которых следует упомянуть широкое внедрение в практику различных новых детекторов и носителей рентгеновской информации, неионных рентген-контрастных препаратов, методов исследования, среди которых следует отметить цифровую рентгенографию, компьютерную томографию, ультразвуковые методы диагностики. Целью программы DentalVet является формирование широко образованного врача ветеринарной медицины, способного ориентироваться в современных методах диагностики, получения и обработки изображений в условиях небольших ветеринарных клиник. Ветврачу амбулаторного приема предлагается приобрести теоретические знания и практические навыки в области рентген-диагностики основных патологий органов грудной и брюшной полости, костей и суставов, овладеть методами контрастной рентгенографии непродуктивных животных. Теоретическое обучение включает в себя лекции, вебинары, интернет-семинары. Отработка практических навыков осуществляется в условиях современно оборудованного ветеринарного диагностического центра. Цикл также включает в себя самостоятельную работу с учебными пособиями, литературой, чтение информации в интернете и отработку полученных навыков на рабочем месте. В программе курса освещены понятия и термины рентгенологии, физико-технические основы рентгеновских исследований. Должное внимание уделено видам рентгеновских аппаратов и систем, качеству рентгенограмм, наглядно продемонстрированы недостатки и преимущества аналоговых и цифровых рентген-систем. С учетом современных требований в курсе изложены принципы работы компьютерного томографа, виды компьютерных томографов, возможности спиральной компьютерной томографии. Для практикующих врачей предусмотрено занятие по подбору экспозиции, техника изготовления пленочных рентгеновских снимков, рассмотрены основные ошибки экспозиции. Важно подчеркнуть, что для каждого обучающегося предусмотрена самостоятельная работа по изготовлению рентгенограмм, возможность их описания под контролем специалиста. Заболеваемость органов грудной полости и в первую очередь легких является одной из частых причин, приводящих к возникновению легочно-сердечной недостаточности, а нередко и к гибели животных. Поэтому рентген-диагностика является ведущей при определении в них характера патологических изменений и выборе эффективного и своевременного метода лечения. Раздел предназначен для изучения основных и специальных методов рентгенологического исследования органов грудной полости, легких и средостения. Рассматриваются вопросы нормальной рентген-анатомии органов грудной полости, алгоритмы описания рентгенограмм с патологией органов. Представляется возможность изучить общую и частную рентген-семиотику заболеваний основные рентген-морфологические и рентген-функциональные симптомы легочной патологии. Заболевания системы пищеварения широко распространены у животных. Основные причины их возникновения – нарушение условий кормления, поения, содержания. Это могут быть инфекционные и инвазивные заболевания, болезни сердечно-сосудистой, дыхательной, мочевой, нервной и других систем, при которых патологические состояния системы пищеварения возникают как осложнения. Постановка диагноза в данном случае строится на основании данных анамнеза, клинических данных, зондирования, а также различных методов лучевой диагностики и, в первую очередь, рентгенологических. Рентгенография преследует цель регистрации морфологической картины пищеварительного тракта и отдельных фаз его моторно-эвакуаторной функции. В настоящее время применение цифровой рентгенографии в сочетании с компьютерными технологиями позволяет вести динамическое наблюдение структурно-функциональных изменений любых органов и систем в сочетании с записью на цифровых носителях. В связи с тем, что органы пищеварения по своей плотности приблизительно одинаковы и при обычном рентгенологическом исследовании их теневая картина не дифференцируется, исследования органов пищеварительного тракта часто проводят с использованием рентген-контрастных веществ. В разделе освещены особенности подбора контрастной массы, методики подготовки животных к исследованию, тактика введения рентген-контрастных веществ и принципы динамического наблюдения в ходе изучения пищеварительного тракта. Важную роль в оценке рентгенологической картины играет умение ее правильно описать и графически отобразить. Именно этим навыкам в цикле уделяется большое внимание. Рентген костей и суставов является одним из ведущих методов диагностики нарушений костно-суставного аппарата, который востребован не только в травматологической и ортопедической практике, но и в других отраслях ветеринарной медицины, терапии, онкологии, эндокринологии и других. Патологические структурные и функциональные изменения в какой-либо кости связаны с нарушением длины и толщины, формы, структуры кости, целостности ее, с нарушением соединения в суставных отношениях, что достаточно информативно выявляется рентгенологически. Рентген позволяет выявить патологические изменения и нарушения в опорно-двигательном аппарате и при лежащих тканях, оценить процессы обмена и местный кровоток. Раздел направлен на обучение диагностики травм, переломов, трещин костей, вывиха и подвывиха суставов, травм связочного аппарата, а также заболеваний суставов и костей, вторичных костно-суставных нарушений, отклонений, связанных с нарушениями питания. Предоставляется информация по контролю развития и формирования костного скелета, особенностей процессов старения. Таким образом, пройдя курс обучения, врач ветеринарной медицины сможет выбрать из большого количества диагностических методов, наиболее подходящий в данной клинической ситуации для определения анатомических и функциональных изменений тех или иных органов и систем. И как говорил Александр Иванович Герцен, нет трудных наук, есть трудные изложения. Приходите к нам, и рентгенология станет проще.